Здравствуйте, дорогие наши зрители. Садитесь поудобнее и посплетничай. Всегда готовы. Итак, значит, у нас новость номер один. Ну и новости пошли. Новость про Дженнифер Лопес. Она во время шоу так трясла своей головой, непутевой, что утеряла парочку искусственных прядей. Ну почему ж непутевой-то? Голова у неё, так же все остальные части тела довольно путевые. Ага, бедные. Рас какие деньги заработают. А наш с него штраф миллионный снимет. Не, ну парикмахер-то, да, я тоже не завидую. Мне кажется, что мордочку она ему покорябала бы за эти делали. Ну, а что? Все нормально. У неё тут неприятности не только с парикмахером. Ну, извините, и с менеджером. А это чего ей навредил? Ну что, снялась в очередном журнале, да, появилась на, естественно, обложке. Ну, и ей показалось, что она там толстая. Ну что? А менеджер, гад такой, не последил, чтобы её отфотошопили. Господи, Марк Энтони и Джей Ло воссоединятся к Новому году в Пуэрто-Рико. Что денег нам заработать? Ну, я так поняла, что бизнес-проект вот этот под названием «Развод» не прокатил. Ага. А теперь в ход пошёл бизнес-проект под названием «Воссоединение блудных попугаев». Господи, прости. А чё там бывший муж Габи Эспинова выступает? Он тоже хочет воссоединяться со своей супругой? Нет, он жалуется на бывшую. Плачет и рыдает. Кристобаль Ландер, он дал интервью, тут очень большое, пространное интервью. Слушай, там симпатичный парняга. Интересно, интересно. И актёр очень неплохой, кстати, в «Птичках». Вот, он венесуэльский актёр, вполне-вполне получше, чем Канело. Простите. Ну и вот, он дал интервью и рассказал всю историю взаимоотношений. Что Габи, она, конечно, девушка хорошая, он её очень любит, но она ему изменяла. И что, когда они в первый раз расстались, после того, как она начала сниматься с «Разводами». А я узнал потом о её беременности? Не-не-не, погоди. Сначала они расстались. А-а-а. И он как бы вот её решил вернуть. Он-то её вернул, но ненадолго. Она опять от него ушла, и уже потом он с ужасом узнал, что она уже беременна давным-давно. Вот. А процесс развода у них ещё не закончен, официально эту бумагу ещё не получили, поэтому он говорит, что нехорошо это, Габи. Ну, в общем, нехорошо, нехорошо. Не-нехорошо, нехорошо. При живом муже бегать вообще вот и совать в нос всем свою беременность, ну, некрасиво это. Пиар, матушка, как говорит одна из наших девушек, рейтинги не продаются, но хорошо покупаются. Это да. Она вот Жан-Карлос тут тоже вообще выступил в свою очередь. Не всё же Габи работает. Чего Вин хочет? Вин хочет уйти с телевидения. Он заявил об этом, сказал, что он, в общем-то, конечно, не только, ну, как бы, не актёр он, а он у нас музыкант, певец у нас. Попрошу прощения, музыкант это одно, певец это совершенно другое. ну он понимал он типа музычку пишет он типа ее исполняет а что можно певцом и музыкантом обозвать сам поет сам пляшет да и какая прелесть сам сам рекламку проплачивает ну и само собой ну нет у него тут просто проблемы были нового провалилась это мое сердце настаивает на лоле вулкан два пункта лимон до перда даже для теле мунда очень мало это уже совсем мало это уже совсем хохма два пункта это что меньше двух миллионов смотрел ну хрен с ним меньше ну у них был уже рекордсмен такой чужие грехи с лореной руха с и море силу из вас ничего святое место пусто не бывает я вижу фер тут у нас тоже не хочет развлекать со всех сил что-то он в этом спектакле своем совершенно не помню не фурычит не хочет ехать за спектаклем чеху хорошее название а второе тоже красивых боится там я так понимаю дело в том что в мексике вообще не очень безопасно что у них нарко нарко трафик любить его все равно обожаете кто же звучит равно боится знаменитость ну народ кто кого любит бояться ему это не мешать боитесь даже понимаю почему он боится потому что если вот он спектакль вот так вот вообще выглядит вещи да вот штанишки вот эти да я думаю сорвут на лоску ты прямо там ну скажешь и зрительница вообще я честно крайне очень понимаю почему актер такого как бы ну такого веса и такого класса соглашаются вот на такие странноватые представления 8 ну что ему мало расходы большие откуда ты знаешь смотри вот али мухикана тоже в этом спектакле тоже и тоже влитло скандал я вижу бедолага ой ну там да там просто история такая печальная короче говоря у нее такая была любовь с ее этим мужем габриэлем валенсорова вот она чего увела беда и барбере вот и все так хорошо было ребенка родили и тут вдруг выясняется что молодой муж а и не очень молодой жене засветил прямо прямо по физиану до но она же лицом-то работает тут понимаешь тяжелый случай дана и она сначала вроде бы ему там даже какие-то предъявила претензии заявлением река даже писала а потом отработала задний ход кашу ничего такого не было у нас очень хорошо получать ильно вот тут узнаем чем закончится в твиттере пишет что все окей а ясну случайно споткнулась упала а на 8 раз теперь бога ржала получишь я тут смотрю что ты марлину теперь покатили не успела туда в мексику приехать и сразу на нее покатили да покатили покатили стали писать крадет чужих мужиков и вообще ведется в неприличном а друг по съемочной площадке тырит ничего не попадя переоправдается гриста ничего подобного ничего она не крала вообще нас счастливая такая вот тем не менее по скандалить они уже успели ой причем публично интересно да в аэропорту в майами они умудрились таскать скандал публичный строй точнее не они а она поскольку она его ждала дала он ее встретит вот звонила ему звонила встретил а он ее значит встретил но с большим опозданием на 40 он опоздал может грустно играл какую может телевизор звучит в моемском аэропорту она парни ждала ждала 40 вы там не было может не знаем чем почему там занимался и что может в игрушку играл может пропал и там ну мало ли и мы причем нигде-нибудь а в аэропорту уж более людного места просто представить она прилетела а да она его ждала дала долгом на минут 40 назвали вала нервничала плюнула потом сама свой багаж получила повезла его а потом она появилась очень он так и хотел встречать ну занят бы конечно не разозлилась страшно и он что там пытался извиняться она ему ну и народ кто наблюдал говорит она ни слова ему не сказала а молча пошла к машине села туда плопнув дверью и шоу что там дальше было не я но сейчас расскажу что может к счастью а ну да ну понятно только дальше нючка нюлька прелесть у нас действительно потому что она тут тоже отчебучила чего ну что она у нас в живую поет вот а связки они что железные не выйдет серьезно в живую на просто мать героиня но на не только мать героиня на просто и у почетный вообще этот самый железный феликс ну и связки таки не выдержала этого железного феликса и воспалились не было жуткой температуры она попала в больницу а на чуть что наш сразу в больнице ну правильно врачи у них надо лечиться лечиться и ну не ну там то 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 и настроение кто-нибудь испортит у него нервный кулит начинается полно в просторечии вот и она очень уделила в больнице и сказал что уходит она из этого спектакля и все на ней ничего да но ей потом видо намекнули что знаешь милая с места как бабок в двух она давай работа в рекламу во все дела давай работа их в общем она передумала скосы ежелифтика а вот она возвращается ну но тот понимает что кармен солинас продюсер же ты авентюреры так что у нее там не забалуешь солинас и кстати к солинас обратилась лично обратилась габи с паник в публичном обращении и сказал да оставьте меня в покое коза но не она очень вежливо написала когда потерь будет именно этот что коза очень вежливо очень грамотно очень красиво написала что уважаемые сеньора я вас люблю и обожаю но не могли бы вы пойти нафиг вот и не приставать ни ко мне ни к моей семье уже надоели уже очаровательные стринги наеве лангорье господи что она так это задам так публике нет я ну товарищ нагнулся в аэропорту за багажом но просто я не понимаю что они такие у нее эти вот штанишки прозрачные по такому когда другим нечем привлекать привлекаешь чем можешь вот видишь как она сейчас рамочку металлоискателя проходит все как на туфли сняла штаны вот прелесть мы тоже подловили да вообще конечно наглый как бульдозер но оставьте человека в покое и на население с над собой раздевалась хотела искупаться как человек никого не трогала не на тебе а вот хулиан хиль между прочим сам подставился вот его никто не подвал он сам так снял чек больше грудь или или к лишне или содержимое трусов но еще не знает ты вот так уговорил сняться только уговорил его злейший враг просто поставили мужика вообще такое положение идиотское абсолютно ну а теперь вот картинки вам к хэллоуину специально слабонервных прошло тайки потому что первая картинка это то что значит фанаты и шакиры сделали из ее фотографии народное творчество а вот это уже как бы актеры мексиканские латиноамериканские в костюмчиках это вот она и первая у нас но тут ничего а россия рамбола мне нравится это зараза во всех костюмчиках всегда хороша да симпатичная баба вот это вот у нас с розовым скелетончиком талия стоит абсолютно скелетон гламурненький скелетончик прелестный а это наша любима алисия мачадо которая как известная китай из кореи путает ну вот кошки вполне к лицу крошки идут у нее характер с примерно соответствующий такой вот а дальше у нас крестьян чарос ой мы певец миллионов о это тоже с рогами очень симпатичен и морды папарацци не пьют вот да вот он в таком вот виде прелесть не пьет не бьет но все равно на чертика похож ему ему даже не надо особо грибироваться с его ухмылкой ну что ж все на сегодня ждем в следующих программах приходите к нам в гости подписывайтесь на программу получаете свеженькие свеженькие горяченькие новости прямо на почту до свидания